Дети уже крестятся при входе в лифт. У них уже истерика, они уже не хотят на лифт ехать. Ребенок говорит, пойдем пешком с 15 этажа. В этой многоэтажке подъемники неисправно работают с самой сдачи дома с 2015 года. Проектом на три подъезда их предусмотрено целых восемь. Но один не работает с момента заселения новостройки, еще один сломался перед Новым годом. Остальные то и дело доставляют неудобства. Я один раз застряла с ребенком в лифте. У ребенка началась паника. Прямо вот мы ехали и бывает он иногда глючит. Я нажала на второй, я живу на втором этаже, он нас поднял на второй. Ну секунд может 30, он двери не открывал, потом поднялся на третий. И мне пришлось выйти и спускаться вниз. Это неоднократно бывает. На самом деле ехать страшно. А бывает, что я езжу с маленькими детьми и с коляской. И застревать тоже не особо хочется. Такое количество подъемников обусловлено высокоэтажностью и большим количеством квартир. У многоэтажки их 408 и проживают почти тысячи человек. Если один из них выходит из строя, в час пик, как говорят жители, лифт приходится ждать по 15-20 минут. Особенно собственники недовольны тем, что на поломки управляющая компания реагирует несвоевременно. Мы звоним, просто не покладая рук. Там сидит диспетчер, который передают другому прекрасному диспетчеру в лифтовую компанию. И куда деваются эти заявки, никто не знает. Их закрывают просто by default. Просто вот отработано. Хотя ничего не происходит. Огорчило жителей и то, что лифт, сломавшийся почти месяц назад, чинить так и не начали. Они мне просто вот буквально расписались кровью, что все детали заказаны, что в грузовом лифте действительно не работает плата и изношенные ролики, что предыдущая лифтовая компания практически ничем не занималась. Теперь-то все, конечно, полетит, но не сразу, потому что с Китаем никаких коммуникаций. Оказалось, что заявка на плату оформлена вовсе не декабрем, когда закрывалась заявка по ГЖИ, а 17-го числа. То есть на самом деле все это время у нас и лифтовая компания, и управляющая компания, уж не знаю, какие у них там взаимоотношения к друг другу тесные, возможно, просто обманывала и вводила в заблуждение. Что же по этому поводу скажут представители управляющей компании? Они от встречи с жителем не отказывались, выслушали все нарекания в свой адрес, причем не только по работе лифтов, но главное – разобраться, когда будет решена основная проблема. К сожалению, данное лифтовое оборудование у нас производство в Республике Китай, и наличие запчастей определенного рода их нету, поэтому приходится их ждать и заказывать. То есть какие-то там связанные с механической частью, они есть в наличии. То, что связано с электроникой, это немножко дефицитная позиция у нас сейчас. В объявлении на дверях неработающего лифта указан максимальный срок решения проблемы. Не исключено, что запчасти доставят и раньше. В любом случае, к концу марта представители управляющей компании и лифтового хозяйства собираются провести ежегодное плановое обследование всех подъемников, которое покажет реальный износ и состояние всех лифтов. В ходе периодичного технического освидетельствия могут быть выявлены какие-то износ каких-то там запчастей. Например, канатные группы, КВШ, то, что, к примеру, ранее не выявлялось в ходе выполнения ТО-3, ТО-6. То есть на момент проверки могут такие выявляться неисправности. На них дается срок. В том числе лифт может быть выведен в ремонт, запрещена его эксплуатация, до замены этих, скажем так, оборудований, влияющих на безопасную эксплуатацию лифта. Более того, в планах запустите лифт в третьем подъезде, который изначально никогда не работал. Воплотится ли все задуманное в жизнь, покажет время. В любом случае, жители настроены решительно, и если их не устраивает качество оказания услуг, могут сменить управляющую компанию на ту, которая будет ответственнее относиться к заявкам и оперативнее решать возникающие коммунальные проблемы. Юлия Федорененко, Егис Петров, Первом и Тищенским.